МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развивается и, к сожалению, умирает. Это так? Совершенно верно. А что происходит сегодня с нашим русским языком? Мое личное мнение, по моим наблюдениям, язык серьезно за последние несколько десятилетий обеднел. Абсолютно. Обеднел? Обеднел. Нет. Обеднел нельзя так говорить. Это слишком просто. В лексическом отношении он значительно расширил свои границы. Значительно. За счет, наверное, слов, которые мы заимствуем. Не только. Наши ресурсы достаточно велики, чтобы и это использовать. Возьмем конкретно программу здоровья или политический ток-шоу. Вся эта лексика, которая была незнакома среднему зрителю или среднестатистическому, или представителю массовой аудитории, она вошла в медиа язык. И сейчас она стала активной. То она имела узкий формат, специальный формат использования. Сейчас это общеупотребительная лексика. То есть она вошла в структуру современной речи. Активной, частотной. А что такое медийный язык? А медийный язык – это новый феномен современного языка. Дело в том, что начиная с нулевых годов, наш язык действительно стремительно изменяется. И эти изменения объясняются не только имманентными внутриязыковыми факторами. Вообще нельзя объяснить изменения языка только внутренними сторонами, эволюционными или какими-то современными подвижками. Нет. Надо брать и культуру, и экономику. То есть вся наша жизнь влияет на язык. Особенно социум. Социальная структура, состояние социума. Современный социум раздражен, может быть, не удовлетворен. Отсюда наши коллеги говорят о чем? Об агрессии, языковой агрессии. Но это бы была одна сторона проявления агрессии. Но ведь множество прокатных вещей, множество, да вся в виде индустрии, она построена на экшен, да, вот этот вот драйв, это движение, это брутальность. Клиповое мышление, да, оно порождено медиасистемой современной. Потому что молодой человек не хочет читать, он избалован тем контентом, который предлагает интернет-коммуникация. Так вот, может быть, я права, может, действительно обеднел русский язык? Обеднела речь, не язык. Речь носителей, безусловно. Язык прекрасен и блистателен в своем абстрактном таком состоянии. Другое дело, что мы извлекаем из него. И не мыслим такими красивыми фразами. Тургенемским языком мы не говорим, и это нелепо было бы. Потому что любая речь, современная речь, она приспосабливается под носителя культуры, под ситуацию. Так было и будет всегда. То есть язык развивается в каком направлении? Развивается. Эволюционирует. В каком? Трудно сказать. Он в разных направлениях эволюционирует. Если позволите, я вернусь к предшествующим высказываниям. Там меня заинтересовал момент, что чрезмерное заимствование якобы портит язык, и он может исчезнуть. Никогда этого не будет. Я как лингвист и мои коллеги обязательно подтвердят. Наш язык уникальный. Уникальный. Он буду утверждать даже, несмотря на то, что если будут возражать мои коллеги... С факультета РГФ, которые очень любят английскую речь. Вот возьмем Европу. Почему там вдруг именно сейчас актуализировалась евролингвистика? А потому что даже устойчивая система немецкого языка начала терять флексийность. Начала терять... Да, да, да. Это тоже происходит под влиянием медийного языка? Совершенно верно. Медийных условий, медиаусловий, современности. То, что делается сейчас, то, что наблюдается с нашим языком, это не только у нас. Это возьмем и континент, и заокеанские. То есть процессы глобализации прошлись по всем. Процессы глобализации. Вот этот вот термин. Постмодернистская культура. Постмодерн. Очень такой нелепый термин. Но, тем не менее, его условность нас устраивает. Это значит, что это размывание и жанровых границ, размывание, самое страшное, конечно, культурно-национальной идентичности. Вот против этого мы должны бросить абсолютно все силы. Значительные усилия надо приложить к тому, чтобы этого не произошло. Да, ведь знаете, вот любовь-то к русскому языку, к родному языку, она где? Она начинается из семьи, она начинается с младшей школы, правильно? Если мы раньше, наше поколение еще на сказках, на прибаутках, на устном творчестве были воспитаны, сейчас все больше на гаджетах родители. Родителям удобнее дать, ребенок играет, он уже знает какие-то английские слова в пять лет, но он не знает, что такое русский язык. Абсолютно. Вот как с этим быть? Как над этим проблемой работать? Ой, боже мой, это проблема очень сложная. Как относиться? Объективно относиться. Это неплохо и нехорошо. Плохо, конечно, для языка. Но если возвратимся к нашему неумеренному заимствованию, я хочу и успокоить, и выразить следующее мнение, что наш язык обладает настолько прочными механизмами защиты, что мы перемелим, звучала уже мысль эта, мы перемелим все нововведения. Ведь смотрите, любое слово аналитической системы мы приспосабливаем по своему, мы придаем рот свой. А вот примеры приведите. А, пожалуйста, ваш гаджет. Какой рот? Мало того, что это мужской рот, так мы можем сказать гаджет, и мы просклоняем, совершенно верно, возьмем глагол, и мы проспрягаем, и образуем систему времен. А не нужны будут эти лексические единицы? Действительно, зачем они нужны? Мы не собираемся нашу память загромождать ненужными словами. Вы знаете, вот хочется сразу вспомнить слово кофе, который кофе к нам пришел, да, мы, это был мужской рот, теперь это средний рот, и допустим. А вот разве язык усложняется, мне кажется, вот и упрощается он вот таким образом? Ну, упрощается, это все, знаете, студенты мне тоже говорят, упрощается. Нет, эмоциональная сторона языкового выражения настолько сложная. А огрубление, посмотрите, сколько агрессии, сколько выразительности. Правда, выразительность, вот возьмем наше ток-шоу, она негативная, но она и не нужна позитивно, не нужны красоты, иначе не будет этот продукт настолько острым и привлекающим внимание, соответственно, привлекающим рекламодателей. То есть, получается, мы журналисты, мы такие тренды вносим, да, в общественное сознание? Да, да. Именно медиа-язык влияет на национальный язык. И получается, что медиа-язык в настоящее время, как ни странно, он стал, он приобретает и границы, и просторы, он вытесняет все остальные идиомы, приобретает значимость национального русского языка. Послушайте, ведь какие страшные на самом деле процессы. У меня ребенок-подросток, да, если мы говорим о классике, о литературе, да, я понимаю, что ей уже трудно воспринимать некоторые слова, некоторые речевые обороты, приходится объяснять, тем самым прививать любовь, да, уже каким-то произведениям. Это страшно. Есть две точки зрения, когда, мне говорят, дети не понимают классики, не понимают Толстого, не понимают уже даже Пушкина, что самое страшное. И поэтому не хотят читать, а другие говорят, что, наоборот, просто мы потеряли, скажем так, некие методики преподавания, которые были 20-30 лет назад. Уже русский язык преподает литературу не так. Вот к чему вы больше склоняетесь? Вопрос очень сложный. Для того, чтобы исправить ситуацию, наверное, мы уже не успеем этого сделать, не получится. Потому что культура смотрения все-таки вытеснила культуру чтения. У нас новое время. Во времена Пушкина или 20-е, что делал человек досуг в свое свободное время? Читал. Заметьте, все сидят в этих гаджетах, все сидят в этих мобильных телефонах и делают вид, что они читают. На самом деле, какого качества информации приходят? А язык – это душа. Развит язык, развита речь, вернее, развито мышление. Мы очень много утратили своей ментальности. Всего того, вот я бы рекомендовала молодое поколение читать знаменитый труд Михаила Ломоносова о пользе книг церковных. Конечно, это устаревший труд, но именно там великий ученый нас предупреждает. Мы можем утратить эту сокровищницу, тропейки, выразительности, эмоциональности. Уже этого нет. Потому что новый ритм жизни, новая рыночная литература, она не нуждается в этом. А что бы вы сказали сейчас учителям в школе? Вот к вам приходят студенты. Каким-то образом ЕГЭ повлияло на преподавание русского языка? Повлияло. Повлияло уменьшение количества часов. Побольше часов литературы. Нет риторики. Наш человек косноязычен. Супер-суперский, как бы, такое убожество языковое. Если ты не умеешь высказать, значит, ты не умеешь мыслить. Отсутствует система аргументации. Обязательно человека нужно развивать в этом отношении. Но это абсолютно невозможно. Этого не будет. Поэтому именно на семью ложится главная задача по воспитанию. И потом, во все времена была элитарная культура, элитарные носители. Была средняя и низовая культура народная. Но сейчас немножко проще, но, в принципе, та же самая сертификация и культурная, и языковая сохраняется. А теперь я так понимаю, что под влиянием как раз этой медиакультуры мы все больше и больше усредняемся и становимся просто одинаковыми. Нет элитарной культуры? Я студентам так прямо и говорю. Мы говорим языком одинаково. Что слесарь, что академик. Мы вынуждены оперировать вот этим медийным языком. Потому что то, что мы слышим на наших ток-шоу, это та центральная, ядерная, лексическая, выразительная часть, которую наши соотечественники используют. Ну, что делать, облагораживать язык? Ну, это уже дело самого, самой личности. Самой личности, я думаю, что все-таки Синьи Рейсимовна. Вот русский язык, конечно же, он входит в число мировых языков, когда говорят больше 100 миллионов человек. Вот статус русского языка в мире, он каков на сегодняшний день? Высокий статус был. Высокий. Это был международный язык. К сожалению, сейчас он вытесняется. Статус мы утратили именно под влиянием панамериканизма. К сожалению, медийная ситуация такова, что не только медийная ситуация, и сам цивилизационный уровень какой. Все аппаратно-программные вещи на английском языке. И поэтому молодежь вынуждена этот язык использовать. Язык международного общения, скажем, вы или ваша дочь будет говорить с парнишкой из Австралии на каком языке? На английском. Он приобрел статус международного, даже термин специальный есть, лингва франка. Но чтобы вас успокоить, я все-таки вам скажу, наша грамматика незыблема. Наша духовность незыблема, наш националитет незыблем, мы не утратили. Вот культурное пространство размывается. Спасибо вам большое за интервью. Будем надеяться, что тот интерес, который сегодня во всем мире растет к России, он только обогатит наш русский язык. Спасибо за интервью. Напомню, у нас в студии была доктор филологических наук профессор Рейса Мальцева. Мы говорили о том, какие проблемы переживает и как развивается наш родной русский язык. Вы смотрели «Факты мнений». С вами была Юлия Анашнайдров. Всего доброго. До встречи на канале Кубань24. Кубань24.